В Кировске наконец потеплело, а значит можно заняться физкультурой на свежем воздухе. Тем более условия для этого есть. Парки, спортивные площадки доступны каждому, а уличные тренажеры сегодня популярны как никогда. Сегодня узнаем, как построить свое занятие на тренажерах, чтобы оно прошло комфортно и безопасно. А поможет нам в этом наш эксперт Алексей Малышев. Алексей, здравствуйте! Здравствуйте! Алексей, уличные тренажеры, действительно на них можно подтянуть свою фигуру, стать стройнее, крепче? Это действительно так. На территории стадиона Маус-Ок-Горняк серьезный тренажерный комплекс, на котором можно проработать практически все мышцы вашего тела. Но этот комплекс уже для профессионалов, а для новичков. Чем мы сегодня будем с вами заниматься? Существуют тренажеры и для начинающих. Сегодня мы как раз их освоим. Преимущества тренажеров. Какие можно выделить за и какие против? Основное преимущество – это свежий воздух, конечно же. То есть здесь свежая листва, свежая трава, свежий воздух, они благоприятствуют занятиям спортом. Соответственно, результативность лучше. Алексей, когда лучше приступать к тренировкам? Утром, когда организм, по сути, еще спит? Или вечером, после рабочего дня? У кого, когда есть время? Я занимаюсь всегда утром, потому что в течение дня мне не найти времени на это. Но, соответственно, я делаю дольше разминку для того, чтобы мое тело разогрелось, кровь разогналась и, соответственно, тело было готово к тренировке. Здесь мы делаем упражнение на мышцы спины. Встаем, если высокого роста, то на нижнюю планку. Берем ручки тренажера и делаем тяги. Это то же самое подтягивание, только более легкое упражнение. И здесь мы на что должны обратить внимание? Обязательно обращаем внимание на дыхание, потому что выдох должен соответствовать максимальному усилию. Нагрузка регулируется, и тоже 10 раз это самое такое комфортное. Теперь набила берусь я. Опускаем и... Знаете, это тяжело. Но не сдаемся. И еще. Дышать не забываем. Для того, знаете, сложно упражнение делать и дышать. Следующее упражнение, одно из самых распространенных, это упражнение для мышц пресса. Ноги заводим за дуги. Руки за голову. И начинаем с гибания. Не обязательно опускаться до самого конца. Сразу выполнить, допустим, 30 раз. У вас не получится. А в подходе 3 по 10 получится. А эффект практически одинаковый. То есть у вас мышцы еще успевают отдыхать. А из-за того, что они отдохнули, они более эффективно работают и лучше развиваются. Тут выбираем перекладину себе по росту. Кому-то мне больше всего нравится самая высокая, потому что тогда у меня ноги не достают до земли. И кто более подготовлен, можно поднимать ноги к перекладине. Кто менее подготовлен, поднимаем колени к груди. Раз, два. Ух ты! Вот, еще. Два! Сильнее к груди. Три! Вот! Четыре! Все правильно. Пять! Свежий воздух, теплая погода. Но разве можно сидеть дома? Присоединяйтесь к нам! Занимайтесь физкультурой вместе с нами и будьте здоровы! С вами были Алексей Малышев и Юлия Аверина. До встречи через неделю! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова